Послание Архистратига Михаила 12 декабря 2017 года Астральные эрудиты Здравствуйте, любимые мои! Итак, сегодня мы остановимся на нашей работе с теми сущностями Высшего Астрала, которые стоят на пороге возвращения домой, но не решаются сделать последний шаг. Как правило, это случается с душами, которые при жизни на Земле не верили в загробную жизнь, и уж тем более в реинкарнацию. Они считали, что их существование заканчивается со смертью их физического тела. Поэтому, оказавшись по другую сторону завесы, они растерялись и совершенно не знали, что делать и как себя вести. Единственным, что было для них знакомо и привычно, была земная жизнь, и они интуитивно тянулись к ней, находя различные способы продолжать в ней участвовать. Это вовсе не означает, что на Земле они были плохими людьми. Чаще всего это чистые души, которые в силу своего рождения, воспитания, образования, образа жизни, были погружены в материальный мир и жили сугубо практическими интересами. Они не причиняли никому зла, вели праведную жизнь, были образованными и начитанными людьми, оставаясь при этом типичными представителями трехмерного мира, поскольку духовная сторона жизни была им неведома, а значит, их божественное начало пребывало в глубоком литургическом сне. И вот с этими непробудившимися, развоплощенными душами ведется очень большая работа, на которой специализируется целая армия светлых сил. Этим душам приходится наверствовать упущенное на Земле в своем развоплощенном состоянии, и сделать это очень непросто. Даже видя воочию светлые силы, которые спускаются к ним, чтобы предложить свою помощь, они не верят своим глазам, считая это обманом зрения, иллюзией, воображением, чем угодно, только неистиной. Поэтому все, что нам остается делать, это наполнять их божественной энергией, свет и любви, постепенно повышая их вибрации и очищая их сознание от толстой корки трехмерности. Они начинают постепенно пробуждаться и с интересом наблюдают за тем, что происходит на Земле. Они хотят быть в курсе последних событий, и поскольку главной темой на небесах является сейчас вознесение Земли, они с головой окунулись в этот процесс. Многие из них, в силу своих способностей, приобретенных за последнее воплощение на Земле, стараются самостоятельно осмыслить происходящее и придать им свою собственную окраску техническую, историческую, философскую, астрологическую, географическую и т.д. в зависимости от склада своего ума и восприятия действительности. Именно эти высокоинтеллектуальные сущности и диктуют многочисленные послания людям, называясь самыми разными именами. Они ведь прекрасно понимают, что только так смогут воспринимать люди всерьез, передавая им информацию. Многие из них настолько этим увлеклись, что забыли о собственном духовном пути. И сейчас мной создается специальное ангельское подразделение, призванное работать с этими заблудшими душами, которые не ведают, что творят, тем самым вводя в заблуждение людей и губя свои собственные души. И вы, дорогие мои, можете помочь этим астральным сущностям вернуться домой, одновременно облегчив и нашу работу. Что вам для этого нужно сделать? Не быть столь доверчивыми и научиться чувствовать, кто говорит с вами или с теми людьми, которые доносят до вас послания с небес. Как только потеряют они свою аудиторию на земле, их сознание начнет работать уже в другом направлении, и светлые силы будут услышаны ими. Таким образом, вы не только защитите себя от непрошенного чужеродного вторжения в вашу жизнь, но и поможете этим сущностям подняться на новый уровень их духовного развития. И я благословляю вас, дорогие мои, на эту столь нужную всем нам работу. Искренне любящий вас, архистротик Михаил говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта, сайт Возрождение. Продолжение следует...